Девочка-конфетка, ты не думай, что я простая коровелька, а я всего добиваюсь в жизни сама, красоту от рождения мне природа дала всех мужчин на свете. Вы спросите у меня, что это за шикарная блондинка, и я вам отвечу Алексей Арестович. Всем борщ, друзья, меня зовут по-прежнему Василий Макаровский. Начнём. Алексей Арестович, блогер и якобы военный эксперт, также психолог, теолог и последователь на сфере Фернандского, теперь назначен тем, правильно, спикером трёхстороннюю контактную группу по мирному урегулированию на Донбассе. Напомним, если кто забыл, в Украине идёт война уже шесть лет. И все эти шесть лет от страны отколотой части территории. Единственной площадкой, где вообще проходят хоть какие-то конкретные переговоры по мирному урегулированию, это переговоры в Минске. Шесть лет идёт война, и шесть лет самый большой запрос у населения Украины – это запрос мира. Об этом свидетельствуют все социологические исследования. И вопросы мира там всегда на первом месте. Шесть лет идёт война, и шесть лет её используют в политехнологических целях. В 2014 году проголосовали за Порошенко, потому что он пообещал остановить войну за недели. По-моему, чувак нас... Помните, были тогда плакаты вот такие предвыборные от его технологов, благодаря которым Порошенко был избран в один тур? После того, как, когда Порошенко кинул своих избирателей, пообещал добиться мира, Зеленский... Цитата. «Мы больше не хотим войны, и мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать всё, чтобы мы хотели умирать, мы должны делать всё». Нужно прекратить огонь прежде всего. А потом началось то, что началось. В ТГК был назначен Сивоха, и Сергей стал говорить слова, которые могли бы быть услышанными на той стороне. А значит, начался бы реальный диалог. Сивоха не просто человек Зеленского, он его друг. Но через некоторое время на Сивоха напали. И вместо того, чтобы защитить своего человека... Димон! ...из офиса Зеленского заявили, что не поддерживают Сивоха. И что какие-то там его слова по мирному урегулированию на Донбассе – это его личное мнение. Та же история точь-в-точь произошла с Витольдом Фокиным, первым премьер-министром независимой Украины. Человек, который привёл Витольда Фокина в переговорный процесс, глава офиса президента, первый же от Фокина и избавился. Как только то стал говорить о реальных действиях по урегулированию. То есть, говорить о мире можно, но как только Сивоха, Фокин или ещё кто-то начинает делать реальные шаги к установлению его, а не прикрываться общими фразами, их мгновенно вышвыривают из переговорного процесса. Вы тут сикс-мафия, пора прыгнуть на грабли. Пошёл! Наконец, вчера спикером в трёхстороннюю контактную группу, как я сказал ранее, назначен Арестович. Казалось бы, спикер, говорящая голова, можно и внимания не обращать. Но, как всегда, есть это проклятое дно. Арестович появился на экранах именно на волне возбуждения от войны. До этого он был военным, не добившимся никаких значительных успехов по службе, и вообще непонятно, служил ли он реально. А также малоизвестным актёром, который подрабатывал в эпизодических ролях второсортных сериалов. В 2014-м миллионы людей пеленули к телевизору узнать, что происходит на Донбассе, и услышать оттуда слова правды. Мы сообщаем людям правду о вторжениях на Украину российско-фашистских войск, о провокациях КГБ. И оттуда полилось. Полилось всё, кроме правды. А Арестович был одним из тех, кого вынесла пучина пузырящейся пропаганды на вершины узнаваемости. Он прямо был сёрфером на этих волнах дезы и лжи, которая выливалась на голову в первую очередь своих собственных граждан. Похожим персонажем был подзабыт уже сейчас Дмитро Тымчук. Творящая каска, как его называли. Также якобы военный эксперт, а на самом деле всего-навсего военный пропагандист, который даже в разгар жёстких военных действий на Донбассе, когда, по словам Корбана, убитых доставляли вагонами, заявлял об отсутствии потерь. Тымчук, разочарованный проигрышем Порошенко в 2019-м, самостоятельно закончил свою жизнь самым трагическим способом. И вот Арестович, 21 декабря 2011 года, человек, который вещал как эксперт из всех утюгов, заявил в своём фейсбуке. Дорогие друзья, я много врал вам, начиная с весны 2014 года. Искажение информации я запускал по двум основным линиям. Создание патриотического лупка, в котором мы усилили, днаемость, ошануемость, это героичение. А Украина ожидает сияющие перспективы. И чёрная пропаганда против РФ. Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессии России против Украины. Так вот, этот человек, который врал, 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 ещё раз врал, в том числе в военных целях, назначен спикером в группу по установлению мира и прекращению войны. Что это означает? Это означает только одно. Зеленский не собирается выполнять обещаний по установлению мира, и, скорее всего, мир за его каденцию установлен не будет. Ну и тут, наверное, должна прозвучать песня Скрябина, но, по-моему, эта песня должна звучать не здесь, а как официальный или неофициальный гимн всех политических сил в Украине. Ну и напоследок, одно из тех видео военного пропагандиста Арестовича, где он представлен в образе женщины, с которого мы начали. Кажется мне, что этим он хотел так запугать всех агрессоров, чтобы они и даже подумать не могли нападать на Украину. Всего доброго. В том числе и тебя Я хочу, чтоб ты знал Я девочка-загадка Если будешь моим То ждет тебя разгадка А я всего добиваюсь в жизни сама Красоту от рождения мне природа дала Всех мужчин на свете я сведу с ума В том числе и тебя Успраходит